У нас в районе два аптечных пункта располагаются, Тегун-Галуха, где это наши аптечные пункты. То есть за них я спокойна. Где нет аптечных пунктов, там именно ФАПы, фельдшера на ФАПах работают. И поэтому, когда их не хватает, вот здесь, конечно, проблема, как людям доставить всем медикаменты. Елена Пугачева озвучила проблему, которая актуальна для многих российских сел и деревень. Фельдшеры есть далеко не в каждом ФАПе, а именно они реализуют лекарства для населения. Поэтому и приходится людям закупаться медикаментами в аптеках райцентров, даже если добираться до них не так уж и близко. О проблеме на федеральном уровне знают, заверили нас гости из Москвы и даже предлагают пути ее решения. Уже не первый год у нас депутаты Госдумы прорабатывают вопрос выездных таких, знаете, аптечных пунктов, которые могли бы посещать хотя бы с какой-то периодичностью отдаленные районы для того, чтобы жители могли приобрести лекарственные препараты. Пока это, да, инициатива, скажем так, которая вот уже не первый год обсуждается. И что мешает ее принять непонятно, потому что действительно у нас в малых населенных пунктах есть большие проблемы с лекарственной доступностью. С чем нет сейчас проблем, так это с наличием зарубежных препаратов. Если весной перебои случались, теперь ситуация стабильна, заверяют эксперты. Иностранные компании никто не заявил о полном уходе. То есть у нас идут поставки, единственно удлинилась сильно логистика. Кстати, московским гостям удалось самим увидеть, чем живет сельская аптека в Алтайском крае. Они побывали в нескольких фапах и планировали посмотреть, как работает Почта России, которая сейчас позиционирует себя как новый игрок на фармацевтическом рынке. Мы были поражены фапами тем, что есть возможность организовать электронные рецепты, что для меня лично было большим откровением. Практически 100% такая возможность существует. Но, к сожалению, мы не смогли увидеть отделение почтовой связи, потому что абсолютно все они были закрыты. Как будут решать эту проблему, нам не озвучили. Но в рамках конференции предстоит ответить на многие вопросы фармацевтов и провизоров региона и узнать, как решают подобные в других, соседних. Что касается доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах, руководитель муниципального фармацевтического предприятия Заринского района уверена, что льготникам не стоит отказываться от получения препаратов, ведь для них лекарства всегда в наличии. А между тем, многие федеральные льготники сейчас выбирают деньги. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.